Привет моим зрителям, гостям моего канала. Говорю негромко, пока спит Дёмка, я быстренько собираюсь. Запыхалась. Не обращайте внимания на вот этот вот кипиш, я собираю чемодан. Наконец-то я лечу на Шри-Ланку, я прям очень-очень этого хотела. Я рассказывала в предыдущих влогах, что это такая, знаете, поездка-ретрит. Йога, медитация. Я еду с группой, муж и детьми остаются дома, дети на моей маме, сейчас приехала моя мама. Вот, и я улетаю завтра ночью. Вещи ещё не собирала, вот сейчас только собираю и думаю, в чём лететь. Потому что перелёт будет, фух, ну тяжеловатым, потому что он будет с пересадками. Но это логично, я летала когда на Филиппины, было три пересадки. С Киева в Москву, с Москвы в Дубае четыре. С Дубая в Манилу, с Манил в Сибу и там ещё на пароме. Дорога заняла 40 часов. Представьте, почти двое суток. Тут, конечно, будет поменьше, но группа летит. То есть не я покупала билеты, а группа покупала билеты. Поэтому у нас вообще какой-то эконом-эконом-эконом. Но мне так кажется, там, конечно, посмотрим. Потому что мы летим в Жулян в Дубае. Пять часов в Дубае мы ждём. И полёт у нас занимает пять часов с копейками. Потом мы летим в Коломбо, на аэропорт Коломбо. Летим мы почти девять часов. И у нас будет дозаправка на Мальдивах. Сейчас мы будем в самолёте сидеть. Это тоже не есть хорошо. Я не люблю взлёты и посадки. А тут, получается, не просто ты сел в Дубае и прилетел в Коломбо. А ты ещё спускаешься и поднимаешься ещё на Мальдивах. В общем, короче, не очень мне это нравится. Но что делать? В любом случае, есть как есть, и я всё равно рада. Как оно будет, я не знаю. И я планирую снимать ежедневные влоги там. Показывать вообще, как проходят дни. Потому что у нас там целая программа. О программе расскажу чуть-чуть попозже. Сейчас я собираюсь... Ну, во-первых, я наряжаюсь, потому что я не знаю, в чём лететь. Чтобы было удобно, комфортно, но и при этом симпатично. Вот. Выбирала. Вот купила сейчас рубашечку себе. Чтобы ткани были все натуральные. Чтобы кожа дышала. Взяла масочку тоже, вот видите, в дорогу. Потому что в самолёте я её сделаю. Она очень удобная. Это мне Маша подарила. Я думаю, что как раз вот она дождалась своего времени. И в самолёте мне будет служить верой и правдой. Вот. Я вам всё попозже расскажу. Сейчас я просто ввела в курс дела. А уже в машине мы с вами поболтаем. Мне девчонки пишут, что соскучились за болталками весенними. Как обычно я веду в автомобиле. Такие болтологи. Возвращаю эти болталки. Поэтому оставайтесь со мной. Продолжаю свой болтавлог. Уже с автомобиля. Проверяю зубы. Испачканы в помаду или нет. Купила новый блеск. Блеск помады. И очень неудачный. Не понравился. А стоит почти 300 гривен. Поэтому не советую. Я пропишу название внизу под видео. Это новинка гипоаллергенная. Цвет прикольный. Хорошо на губах сидит. В плане именно визуально. Но она размазывается жутко. Еду я сейчас к косметологу на чистку лица. Когда-то мне мой косметолог говорил. Ань, не стоит делать чистку. Если только начнёшь, сразу надо будет её повторять. И повторять всё время. Так и было. До 30 лет я справлялась с кислотными пилингами. Потом у меня на лице, с левой стороны. Я вам как-то во влогах уже рассказывала. Когда ты блогер, тебе присылают косметику на обзор. Ну и естественно ты её пробуешь для того, чтобы рассказать зрительницам. Нравится тебе она, не нравится. Ну надо же рассказать, раз прислали. Поэтому то, что мне не нравится, я говорю. То, что нравится, говорю. Но всё-то я это тестирую на себе. И кожа слегка подпортилась. И появились такие жировики. С которыми я самостоятельно справиться не могу. То есть они находились вот тут вот на щеках. Ну вот с одной стороны. Ну естественно, сама я не справлюсь. Естественно, я поехала к косметологу. И вот она меня почистила. И вот они теперь появляются время от времени на одном и том же месте. Я проходила врачей, гинеколога, сдавала анализы. Сказали, что со здоровьем всё в порядке. Это исключительно только косметика, скорее всего. То есть уходовые средства. Так что уход я подбираю очень-очень трепетно, можно так сказать. Но это крема. А косметику как пользовалась, так и пользуюсь. То есть как тестировала, так и тестирую. Поэтому что же делать. Помимо того, что у меня сегодня косметолог, я потом еду на коррекцию руки, педикюр ноги. Потому что завтра у меня времени не будет. Завтра я всё-таки дособираю чемодан. Я его сейчас так не дособирала. Мне Демид не давал. Он залазил с чемоданом в Инстасторе. Вы, наверное, видели. Я достаю с чемодана вещи. Он опять их складывает. Я накидал туда игрушек. Он сам залез, говорит, я пойду с тобой. Поэтому не дал мне такой возможности. Поэтому я сделаю это завтра. И по возможности сниму видео, что я беру с собой. И, девочки, скажу вам честно, не так уж это и просто. Обычно я знаю, куда лечу. И, в принципе, сейчас знаю, куда лечу, естественно. И по погоде тоже знаю. Потому что когда была на Филиппинах, там они рядом с экватором. Поэтому, в принципе, погода всегда одинаковая. 28-30 градусов. Она не меняется круглогодично. Почти никогда. То есть есть только сезон дождей. Но я еду не в сезон дождей. Но это не в этом дело даже. Там очень большая влажность. Купальники не высыхают. Это я помню по Филиппинам. Вообще, как бы, все вещи. Даже ты привозишь, ты открываешь чемодан. И все. Они влажные. Такое вот ощущение, что они, ну, то есть нет, вот как у нас, да, сухости. Но помимо всего этого, надо взять еще теплые вещи. На два дня мы едем в горы. Цейлон, места силы. В горах холодно. Поэтому предупредили и сказали, что надо взять теплую обувь. Ну, я в кроссовках полечу. И, наверное, штаммы буду. Вот. Вот обувь, свитер, джинсы или какие-то штаны. В общем, чтобы было теплое что-то. И я вот в этом плане не знаю. Я так не хочу тащить чемодан. Я вообще хочу поехать с полупустым, чтобы обратно нагрузить туда фруктов. Вот. Мне так не хочется свитер тащить. Еще куртку сказали теплую. Вообще, не знаю. Не знаю, не знаю. В комментарии напишите, кто был. Вообще, как это. Там тепло, холодно. Хотя, например, в Египте, если ты в горы тоже едешь с ночевкой, там тоже очень холодно. То есть ночью действительно холодно. Но мы ночью же не будем. Просто в горах вообще сама температура низкая. В общем, не знаю, не знаю, не знаю, ничего не знаю. Я как ребенок в растерянности. Знаете, как хочу взять все и не хочу брать ничего. И я так, у меня борьба между практичностью, да, практичные вещи и красивые вещи. И я пытаюсь выбрать что-то и красивое, и практичное. Вот. Вчера купила блузку. У нас в Нью-Вэй, недалеко от моего дома, открылся... Пооткрывались кое-какие магазины дополнительные. Я там... Там стоковый магазин. И я там купила блузку. Вот. Такая прикольненькая. Я хочу в ней полететь, потому что она такая, ну, приятная. Она вроде бы не сильно мнется. Что еще вам рассказать? По поводу... Я сделала пост в Инстаграм, чтобы вы подсказали свои, вот, например, хитрости, когда дорога очень тяжелая, перелет долгий, как делать так, чтобы кожа не стрессовала. Я беру одну маску, облепиховую, она с коллагеном, белорусская косметика. Это мне Маша подарила на... Она была моей феей на Новый год. Я ей безумно благодарна, потому что как раз ее подарки, они так вовремя как-то так вот работают. Не все сразу, знаете, когда вот получила подарок, и все сразу израсходовала. Нет. Как раз все потихонечку. Я действительно пользуюсь ее подарками. Очень классно. И эта маска, чем она классная? Зайдите в Инстаграм, гляньте. Там есть... Она в дорогу идеальная. Там есть салфетка. Это первый этап. Салфетка. Протирайте руки, то есть, чтобы нанести маску, да, чтобы ручки были чистые. Потом делайте очищение лица. С помощью тоже такой специальной салфетки. Вот. А после уже сама маска на 20 минут. И мне все равно, что на меня будут смотреть и думать. И может быть, я вообще сделаю в ночное время. Ну, именно полета. Пусть все спят, а я буду в маске вот так вот лежать. И последняя, это тоже салфетка, которая пропитана там водой, чтобы остатки маски убрать. Вот таким вот образом она увлажняющая. Я буду спасать свою кожу. Плюс беру увлажняющий крем с собой. Вот. Что еще, что еще? А, ну, правда, пробничек, чтобы мой большой крем 100-граммовый не заставили выбросить. Жаба задавит. Потому что он стоит нереальных денег. Ну, для меня так. Вот. И еще беру тоже маленькую, там 50 мг, по-моему, у меня есть термальная водичка. Тоже можно спасаться. Это все, что я знаю по уходу за собой в самолете, чтобы кожа не страдала. Напишите мне в комментариях, как спасаетесь вы. Потому что этот влог выйдет, я уже, наверное, буду в дороге. Но я-то буду лететь обратно. Вдруг мне все-таки ваши советы помогут. Очень часто вы даете такие дельные советы. Я вам очень-очень-очень-очень-очень благодарна. Вот. Так, что еще я хотела сказать. Я хочу еще сделать депиляцию рук. В общем, знаете, как по полной. Потому что приехала моя мама и, знаете, как свобода. Она полностью забрала Демку. Ну, как полностью. Он-то все равно мама-мама-мама-мама. То есть он бабушку любит, там все хорошо. То есть не отнекивается там от нее. Но все равно бегает же за мамой. Куда я, туда и он. Поэтому вещи мы собирали вместе. И как видео я буду снимать. Там сбор чемодана. Я тоже не знаю. А, кстати, девочки. Я еду на 10 дней. И я взяла с собой 9 купальников. Маме рассказываю, мама смеется. И я вот думаю, нафиг мне столько купальников надо. Потому что думаю, ну так, наверное, надо. Мне хочется, чтобы меня кто-то фотографировал. Обычно, когда мы ездим, мы же ездим всей семьей. Или с мужем вдвоем. И я его напрягаю. Или Доминику. То есть Доминика у меня всегда. Вот если вы у меня спрашиваете, кто тебя фотографирует. В основном меня фотографирует Доминика. Это мой ассистент. Когда у меня постановочные фотографии, например, дома. Когда я фотографирую косметику. Она держит цвет. И, ну, то есть, она действительно, я так и говорю. Иногда даже ей там делаю всякие поощрения. Иногда даже приплачиваю. Знаете, как я говорю, ты мой помощник. Ты мой ассистент. Вот она такая, говорю. Да, я твой ассистент. Кто мне там будет помогать? Я не знаю. Я же хочу видео снимать. И в планах, я не знаю, конечно, как получится. Я не обещаю. Но мне очень хочется. Я знаю, что очень многие любят влоги. Я бы хотела снимать. У меня ни разу такого не было. Ежедневные влоги. То есть, совсем ежедневные. Как день прошел, смонтировала, выложила. Очень это интересно. Ну, вот я не знаю, как у меня получится с этим. Какой там будет интернет для загрузки, например, видео. Тоже не знаю. Я знаю, что там будет интернет. Но он же может быть слабым. Вот. Этого тоже не знаю. Но в любом случае я постараюсь. Вот. Кто там, говорит, меня будет фотографировать? Я не знаю. Там, наверное, будут... Ну, я знаю там людей. То есть, я же еду не совсем как бы с чужими людьми. Я уже проходила с ними трехдневные курсы ретрида. Вот. И сейчас здесь десятидневные, да, на Шри-Ланке. Но в любом случае напрягать людей там. Ой, сфотографируйте меня. А я же как? Мне же с первого дубля этого мало. Мне надо миллион фотографий. Из этого миллиона я выберу одну. Наверное, как каждая из нас. Вот. И кто меня будет фотографировать? Я не знаю. Прям проблема какая-то. Или будет всегда одна поза Аня с селфи-палкой. В общем, не знаю. Настроение хорошее. Только единственное, что я, по-моему, вам уже говорила, да, в начале влога, что, по-моему, будет очень тяжелая дорога. Я почитала, ну, то есть нам сбросили, каждому участнику сбросили программу, да, что как будет. Кстати, по поводу программы я обещала вам рассказать. У нас полностью расписаны дни. Подъем у нас 6 утра. 6 утра – это медитация у океана. Вот. И я, все говорят, там, едешь отдыхать. Да, я действительно еду отдыхать, но это даже больше не такой прям отдых, как отдых многие себе представляют. Это именно самопознание себя. Это какая-то учеба в какой-то мере. Ты учишься быть собой. Это звучит, может быть, слегка нелепо, но на самом деле это так. Сейчас, вот, обогнали Лексус. Вот. И этот. Поэтому я не знаю, как оно там будет, но в 6 утра встать для меня – это, честно, проблема. Я дома встаю в 7 и всегда отдыха жду, чтобы высваться. Но на отдыхе всегда встаешь рано. Вот мы были в Египте, я все равно вставала в 7. Во-первых, по привычке. Во-вторых, мне было по приколу. Мне нравилось. Солнышко светит, классно. Как будет там, я не знаю, но в любом случае я буду встать в 6 и медитировать, заниматься йогой. Это классно. Вот. И вот. Я перескакиваю с одного на другой, потому что эмоции, вы видите, да, они зашкаливают. Я не знаю, с чего начать, я хочу все рассказать. Там целая программа, каждый день, у нас там будет костер у океана вечерами. Ну, то есть полностью, вот я и хочу, почему я хочу снимать ежедневные влоги, чтобы вы понимали, как проходит этот отдых. И может быть, так как это ж не первый, да, раз ребята едут, мой это первый, а у ребят нет, ну я имею в виду, у ретрида. Вот. Может быть, вы захотите тоже поехать с этой группой, потому что там вообще организатор, это ясно, она практики ведет, она такая замечательная, вы даже себе не представляете, она очень мудрая, она такая классная. Ой, это одно удовольствие с ней общаться, поэтому если вдруг вам понравится все то, что я наснимаю, и вы захотите, то мне будет, например, приятно, что вы поехали, ну по моей рекомендации, что вот вам понравилось, где была я. Ну, мне бы было, конечно, очень приятно. Вот. Что еще, что еще? По-моему, я и так много наболтала, вот он мне уже показывает, 15 минут я наболтала, опять у меня будет очень длинный влог. Я же хотела заснять косметолога, и не только. Давайте, девчонки, я чуть закруглюсь, это будет, наверное, часть первой болтологии, а потом уже, может, все-таки что-то полезное я вам расскажу. Сейчас у косметолога, я не знаю, что поспрашивать, я сейчас в инстостори спрошу, может быть, девчонки, ну, как бы, позадают вопрос, и я заодно во влог это вставлю. Вот. Ну и у мастера, кстати, у меня уже спрашивали, говорят о том, что девочка спросила, спросила своего мастера по накаткам, насколько вредно снимать, опять накладывать гель-лак и вообще гель и тому подобное. Я, в принципе, знаю ответ, но я не расскажу так, как это расскажет профессионал, поэтому в любом случае я спрошу у мастера. Поэтому, девчоночки, оставайтесь со мной, мне очень приятно, когда вы досматриваете мои видео до конца, вот, безумно приятно, и когда вы комментируете, потому что, когда вы комментируете, я ощущаю обратную связь, соответственно, я понимаю, что я снимаю не зря, что я общаюсь с вами, а вы общаетесь через комментарии со мной, поэтому для меня это очень-очень ценно. Все, мои хорошие, оставайтесь со мной, я пошла в инстастори. Сейчас твои роскошные локоны буду прятать. Кстати, на удивление почему-то, не могу понять почему, раньше локоны держались сутки, иногда даже двое, сейчас только распустилось, все, они и опали. Ну, что можно сейчас повышенное, вон, погода какая, вчера дождь, сегодня... Или возраст. Ну, нет, может быть, текстура волоса меняется, ты делаешь какие-нибудь уходы, как бы, да, для волос, потому что, чем пористее волос, тем лучше держится локон. Да, сейчас же, я проходила у Маринки в салоне, этот же, забыла, как называется процедура, кератином наполняют волосы. Ну, теперь выпрямляли, как бы, ну, да, более... Ну, это не совсем выпрямление, наполнение волос жидкостью, ну, как, типа, питанием, увлажнением. Да, теперь не держится локон. Важно на моем волос, он меньше держит локон. Вот, а мы получаем то, что получаем. Чистится, да? Да, тут смотри, века у меня ситуация. Мало того, что опять там же, у меня теперь еще, видишь, я тут сама пыталась сделать, выдавить, и вот тут вот у меня уже появилось. И я не могу понять, какого фига жировики на лице, больше нигде нету, на лице. Нашли место себе, гадостей какие-то. Самое красивое место. Ну, жировики, ты видишь, закупорка, как бы, поры, где-то. Закупорка пор? Ну, косметикой же пользуюсь недешевой. Смываю, очищаю, хорошими кремами пользуюсь. Что происходит? Возможно, где-то что-то внутри, внутренние какие-то моменты. Так я же вроде бы и врачей прошла, по анализу, ну, анализы все сдала. Все хорошо, очень странно. Здоровых людей не бывает. У нас недообследованы. Значит, мало анализов сдала, надо больше сдавать. Я твой посыл поняла. Да, потому что, ну, как бы сдавать, вот, ты пришла, сдала гормоны, там, к примеру, да, а надо еще в другой день цикл сдать гормоны. А вот ты в другой день цикл гормоны сдаешь, а там раз, и не все в порядке. Да, как вариант. Так что, ответишь на вопросик? Вопросик по поводу пилингов, да, почему мы делаем их в осенне-зимний период. Вообще сейчас существуют разные виды пилингов. Есть пилинги, которые в летний, весенний период тоже делаются. Все зависит от того, какие цели красоты мы преследуем. Ну, как бы, с какой целью мы делаем пилинги в осенне-зимний период, да. То есть, если это идет борьба с пигментацией, то, конечно, на период весна-лето мы прекращаем делать пилинги. Вот, есть пилинги, которые делаются и в летний период, и очень даже нужно их делать. Которые тоже предотвращают пигментацию, нет? Нет, 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 не по поводу пигментации. Есть, допустим, там, в целях обновления кожи, да, если она, как бы сказать, пауза. Вот, если, скажем так, ну, большой, небольшой, если утолщение кожи, если это жирная кожа, вот, если кожу немножечко нужно освежить. Есть, допустим, пилинги, которые работают на увлажнение. Вот, там, молочные пилинги, допустим, или, допустим, фируловый пилинг, который снимает чувствительность кожи, который подготавливает кожу к загару. Есть и такие пилинги, поэтому, допустим, зачем делать пилинг, который подготавливает кожу к загару осенью, если ты едешь, ну, как бы, на море, там, к примеру, летом. Вот, то есть есть и такие моменты. А какие, например, это, ну, фирмы? Или у каждой фирмы есть свои? У каждой фирмы свои пилинги. Ну, а так, чтобы цена-качество? Вот, что бы ты, например, посоветовала? Какие пилинги использовать? Я не могу такого посоветовать, потому что, может быть... Расценено как реклама. Я могу купить пилинг, к примеру, за одну, ну, как бы, за одну цену, да, и у меня процедура там стоит, к примеру, 400 грн, а где-то эта процедура стоит 800 грн. Ну, здесь это очень тяжело судить по поводу ценовой политики, потому что, ну, как бы, вот такие вот пилинги, это профессиональные процедуры, это не в домашнем уходе. Ну, у меня же есть парочку пилингов домашних, домашний уход, но он, на самом деле, салонный, это она мне рот закрывает. Не-не-не, почему же я? Делаю тебя еще красивее, убираю эту помаду. Молчи, женщина, да? Вот, то есть, получается, что у меня дома есть пилинги, они кислотные, они как раз для салонов, но я купила их, ну, то есть, использую в домашнем. Ну, начнем с того, что ты должна была уже их использовать, потому что появились они у тебя еще. А я новые купила. А ты еще? А я же постоянно обновляю, ты что? Я же, конечно, на уходе за кожу. Я думаю, что тебе не продали пилинг, который делается в осенне-зимний период. То есть, у тебя есть там контроль, и тебе дали пилинг, который можно делать в весенне-летний период. Да, он очень легкий такой, ну, я имею в виду, в плане как, он не только пилинг, он еще там ухаживает, там еще маска в комплексе, короче. Отлично, как уходовая процедура, обновляющая уходовая процедура, да? Угу. Отлично. Так, и мы на все вопросы, девочки, ответили? Мы еще не ответили, наверное, по поводу ухода в весенне-летний период, как бы, да, какие должны быть уходы. Кожа комбинирована, да. Вот, ну, комбинированно, опять же-таки, нужно смотреть по поводу пор, да, какие они чистые и нечистые, там, и так далее, и так далее. Вот, но в основном весной кожа тяжелой, короче говоря, как и всему организму, потому что за зиму у нас истощились витаминные запасы, вот, и солнышка было мало зимой, поэтому кожа немножечко тускловатая, устаршая. Вот, и ее нужно подпитать, увлажнить в этот период, да, чтобы она не была сухой, была достаточно увлажненной и готова к солнечному настроению. То есть, с марта месяца где-то мы уже начинаем пользоваться увлажняющими кремами, а на ночь питательными, да? На ночь питание. Ну, вот как я начала это уже делать. Как хорошо, что у меня есть. Вот. А когда ты делала свою процедуру домашнего пилинга? Ой, уже добрая. Профессионную, да. Потому что я лентяй, вот я к тебе пришла, мне классно, я лежу, кайфую, а дома, представь, все это на себя нанести, смыть, нанести, смыть, нанести, смыть. Почему же не представляю? Очень даже представляю. Ну, кто-то же и назначил этот крем с кислотами, поэтому надо спрашивать того, кто назначил. То есть, возможно, бывает такое, что весной можно использовать крема с кислотами, ну, определенными кислотами, с определенным уровнем, но обязательно СП в защиту наносить. Вот. С какой целью используется, опять же таки, кислотный крем, да? Ну, чтобы прыщиков не было, да, наверное? Ну, возможно, чтобы прыщиков не было. Опять же таки, если это, ну, как бы пигментация, то обязательно должна быть СП в защиту. Вот, девушка с прыщиком. Вот, использовать на ночь, не днем, а использовать на ночь. А днем использовать СП в защиту, ну, сейчас минимум 30, минимум, а лучше 50. Ага. А вот вопрос от девочки по поводу, как избавиться от черных точек после уже прыщика, и как, если он налился уже. Ну, пока остается, ну, как бы не черная точка, правильно, а остается пигментированное пятно. Да, черное. Ну, или красное, или, ну, как бы, застойное красное пятно. А у меня черное. Ну, не черное. У меня вот здесь, вот, вот здесь, я когда-то выдавила прыщ, видно, неправильно или неудачно. И он у меня, ну, образовался, он, наверное, месяц, если не больше, он был просто черной точкой. Такой, вот, ты правильно говоришь, пигментированный. Наверное, я просто неправильно выдавила. По поводу застойных пятен, опять же таки, количество их, если это одно пятнышко или два-три пятнышка, есть у некоторых компаний специальные киты, которые антипятна, то есть небольшое содержание каких-то средств определенных, и они точечно наносятся на вот эти вот пятнышки. У меня, кстати, был такой, то есть если вдруг появляется прыщик, надо нанести от La Roche, в принципе, неплохая штучка, я наношу, и он, знаешь, такое ощущение, как будто он вот стягивается и исчезает. Есть такое, опять же таки, оно, такие средства, ну как бы карандашики, да, даже если, ну как бы вот подешевле экономно, это можно взять в аптеке 2% салициловую кислоту, если у тебя что-то где-то выскакивает, аккуратненько на водную палочку взяли, аккуратненько вокруг обработали, ну, то есть не вот так вот давим и трем, аккуратненько по кругу, купируя воспаление, допустим, ну, ты чувствуешь, где прыщики каких размеров примерно он выходит, вот, как бы не мажем, не центр, желательно по кругу пройтись один раз, обвели этого достаточно, и оно, скажем так, даст такой результат, что или воспаление уйдет, да, то есть мы очертили берега данного воспаления, или оно уйдет, или быстрее сформируется и разрешится, потому что бывает несколько дней зреет, оно мешает, начинаем давить недозревшие и так далее, вот, данные средства, они или убирают проблему, или дают скорейшее разрешение, да, то есть у вас, там, если с утра начало проявляться, вы помазали, там, к вечеру созрел, вы там аккуратненько удалили его, очень аккуратно и правильно, чистыми руками, и на утро, на утро уже мы не имеем проблемы, ну, опять же таки, если он созрел, сформировалась, ну, как бы, вот, головка, выход, только в этом случае. Помните, я вам показала палочки Манорм, появились новые палочки, стоят недорого, это, наверное, по поводу твоей, ты говоришь, солиотиловой кислоты, там, наверное, в составе тоже она есть, там такие палочки, они внутри с жидкостью, ты надламываешь палочку, и жидкость вытекает, и ты, как бы, она мокренькая уже, ну, в этой жидкости, и ты наносишь на вот эту вот проблемную зону, как ты говоришь, вокруг, вот, наверное, очень удобно так было бы, классно, так что вот эти вот палочки Манорм можно найти в аптеке, я показывала в предыдущем влоге, у меня в машине, я вожу с собой на всякий случай. В экстренных ситуациях то, что можно бросить в сумочку и всегда у тебя под рукой. Девчоночки, вопросов было очень много к косметологу, казалось, я даже не ожидала, поэтому ответила всего лишь на, ну, у одной девочки на два, у другой девочки на два, по-моему, третий еще. Я постараюсь так лаконично повырезать, потому что если оставлять полностью все, что будет, ну, не будет, а то, что говорил косметолог, то получится очень-очень-очень-очень длинное видео. Но я постараюсь самое важное вырезать. А потом я уже от косметолога уехала, мне все вопросы сыпятся и сыпятся, поэтому вы уж меня простите, вот, кто успел, на то вопросы ответили. Но, в принципе, я думаю, что очень неплохо было бы сделать такую рубрику, даже не рубрику, а именно такое видео, приехать конкретно к косметологу и позадавать вопросы, то есть заранее вам сказать так и так, чтобы сутки хотя бы были. Вот, я их позаписываю, потом позадаю. Просто еще Таня очень стеснительная, она как бы говорит, Таня, ты меня не показывай, ну, то есть она очень стесняется, поэтому, может быть, я даже, когда буду в Харькове, а я в Харькове буду по приезду со Шри-Ланки, то я позадаю вопрос Анжеле, то есть она косметолог со стажем в 15 лет, она мне будет делать одну процедуру, ну, и, в принципе, мы сядем и можем снять такое видео. Как вы? За, против, как вам? Хочется, не хочется, кому интересно, вот, потому что, в принципе, на самом деле косметологи разные, кто-то говорит одно, кто-то другое, но я, в принципе, доверяю, что вот одному мастеру, что второму, одна в Харькове, другая в Киеве. Ну, судя по моему лицу, в принципе, вы можете понять, что косметологи хорошие, я себя, свое лицо, плохому косметологу не дам, потому что к Тане, например, я присматривалась очень-очень-очень-очень-очень долго, вот, а потом просто взяла и доверилась. Она хорошенькая, очень хорошенькая, в плане как, профессионал, а как человек еще лучше. Вот, ладно, я уже тут под салоном, он там вон сзади меня, салон Энджой, потому что вы у меня часто спрашиваете, где я делаю ногти и вообще, куда я езжу. Это Голосеево, вот, тут видите, в частных, в частных таких, не частных, в таких новостройках новые здания, только-только видно, сданы. Да что же я заговариваюсь? Вот, это на Голосеево салон, семейный салон Энджой, кому интересно. Там, кстати, детская комната есть, но вы видели во влоге, мы когда улетали в Египет, я там Демку стригла, у него шестерика обычно, если его стригут, он вообще терпеть не может, когда его стригут, а тут нормально сидел, и мастер так нашла к нему доверительную нотку, так сказать, наверное. Все, я пошла, я буду делать педикюр-маникюр, и где-то в этом промежутке времени я у Марины спрошу, насколько вредит гель, насколько вредит гель-лак. Я знаю, что он не вредит, но я думаю, что от мастера вам будет даже вот как-то от профессионала доверительно это слышать, потому что очень много статей есть по поводу того, что говорят, снимите мне гель или снимите мне шелак, пусть мои ногти отдохнут. У них нету потребности в отдыхе, потому что само питание ногтя идет через кутикулу, а не саму пластину, так что, девчонки, можете мне писать, кто так не думает, давайте побеседуем. Все, я побежала. Девочки, вот мастер Марина, которая уже обслуживает мои ногти 9 лет, уже 10-й год. Это она сейчас сказала, боже мой, как я тебя так долго терплю. Год за три, знаешь, как военная служба для вредной работы. Какой вопрос? Вопрос девочки задавали по поводу, типа, 9 лет я не снимала гель, насколько это вредно, и вот также еще сейчас популярен гель-лак и шелак. В любом случае, оно будет субъективно, это понятно, потому что много информации, каждый может для себя выбирать то, что ему комфортно, ему удобно, потому что в какой-то период времени мы наращиваем, покрываем гель-лаком, нам кажется, ой, да ладно, пусть так и будет, а в какой-то мы хотим от него отдохнуть. Гель-лак не изменился, наши ногти тоже. У нас есть такое желание, почему себе в этом отказывать? Не нужно себе в этом отказывать. Хочется отдохнуть, отдыхайте, ногтевая пластина, начиная от кутикулы, это уже ороговевшая, уже ороговевшая часть нашего организма, как волосы, так и ногти, не только от свободного края, но и от кутикулы. Это уже ороговевшая часть нашего организма. Что это говорит? Ну, это говорит, это трупики наши уже. Ага. Тоже как волосы, так и ногти, это уже трупики. Они, есть способность их питать, поэтому у нас волосы восстанавливаются, становятся шелковистыми снова, пусть мы их повредили, так точно, как и ногти. Даже после повреждения у нас есть возможность их восстанавливать. Масло, всякие кремчики для кутикулы, содержащие, опять-таки, всякие полезности для нашей ногтевой пластины. Это лаки, которые проникают в ногтевую, опять-таки, проникают как? Они только проникают в там, где у нас забафлены, там, где у нас поврежденные ткани ногтевой. Покажи. Могу поцарапать себе. Нет, ну ладно, есть. То есть, если вдруг поцарапано, да? Если ногтевая повреждена, естественно, покрытие лаком, которое имеет лечебные свойства, оно в него проникает, оно его заполняет. Тем самым укрепляем ногтевое. Точно так же работает и гель-лак. Он в каждом гель-лаке, кроме люксио, потому что люксио там другой состав, в люксио нет ацетона, не содержащий ацетонный лак. У него другой процесс цепки с ногтевой пластиной. Все остальные гель-лаки, они содержат ацетон, за счет чего они подсушивают ногтевую, но за счет этого не держатся. Если гель-лак не будет подсушивать, как он будет держаться? Поэтому не любят жирности любое искусственное покрытие на ногтевой пластине. Поэтому мы все говорят, не прикасаемся к ногтям, не резим к волосам перед покрытием. За счет этого оно лучше держится. Вредно, не вредно, ну такое. Кто чипсы ест? Вредно? Ну да, а вот по поводу геля, то что у меня не щелак, а на гель. Ногтевая пластина не дышит, у нее нет пор, но она выделяет влагу, как весь организм. Кожа, она выделяет влагу. То есть влага никуда не девается, она также организмом выделяется. Только теперь не через ногтевую пластину, а через валики. Валики, либо кутикулу. Валики, покажи мне валики. Вот она, да. Валики, мишек. У меня вот видно, сухенькие не выделяются. Лидми достаточно выделяются. Потому что ты пилишь круглыми структами. Это точно. Вот. Если клиенту хочется отдохнуть от покрытия, ну это нужно сделать, почему нет? Ну это больше психологическое. То есть то, что я хожу 9 лет и не снимая вообще без передышки гель, моим ногтям это не вредит. Верно? Я считаю, что нет. Потому что я сама хожу столько же, и моими ногтями можно болты вкручивать. И трупики здесь тоже блонд пережили. Да, кстати. Но волосы хорошие. Когда нам хочется каких-то изменений, мы начинаем подстричь волосы, там что-нибудь еще сделать, отдохнуть от гель-лака. Но чаще всего, кто снимает гель-левые ногти, по крайней мере, из моих клиентов, это буквально, ну не знаю. На месяц? Да, максимум. Потом не выдержит. Все, отдаюсь тебе обратно. Вот у меня уже пошел процесс спиливания. То есть в моей хвостине, то, что ты сейчас спиливаешь, это не вредит, верно? Она истанчается. Каждый раз, вот смотри, ты приходишь на коррекцию, ногтевая отрастает. Да. Вот это в среднем 3 недели прошло, 3-4 недели. Да. Мы сейчас по новой, там, где ногти в прошлый раз мы пилили, мы его сейчас не будем отпиливать. Мы будем отпиливать там, где мы еще не пилили, вот эту вот зону, которая отросла. И спиливаем мы только то, чтобы снять глянец с ногтевой пластины, чтобы была сцепка с искусственным покрытием хорошая. Все. Больше мы ничего не пилим. Я не уверена, что просто, когда ногтевая не покрыта ничем, обчесывание в бытовых процессах меньше. Там у тебя посуды и тому подобное. Щетки, мочалки. Часто приходят покоцанные ногти станком, зацепляют, когда на скорости. Каким станком? Для депиляции станок. А-а-а. Можно сказать по себе, да, почему у меня гель? У меня гель, потому что шелак, гель-лак у меня не выдерживает. Он сразу же обламывается, лучится. То есть я ударяюсь, я мою, я, не знаю, по хозяйству делаю. Гель по структуре плотнее, правильно, Мария? Да, да, конечно, плотнее. Но это разные гель-лак. Гель, это можно сравнить, наверное, даже гель-лак. Ну, это скрестили гель и лак. Вот получился гель-лак, название у него не зря такое. Но понятно, что с гель-лак ты можешь ходить, пока он ты не срастет. Ты уехала, например, в отпуск на месяц, на полтора. Там ты только подпилила ногти, все, он срастает, никуда не девается. Естественно, есть клиенты, у которых и гель-лак также держится. Допустим, у него гель-лак держится, пока его не снимешь. У него вообще ничего не происходит. Давай это отнесем к плотной ногтевой пластили. Давай. Ай, а не к зависти. В общем, девочки, вы поняли. Надеюсь, что Марина ответила на ваши вопросы. Если что, задавайте в комментариях. Ответим. В следующий раз я ей помочь, когда приду. Да, Марина? Приходи с шоколадом с нами. Да, 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 да. Тут, кстати, очень вкусный шоколад. Он божественный. Да, он очень вкусный. А ты покажи вот эту штучку. Вот он. Это рошен с кокосом. Он такой вкусный. Вот. Все, девчонки, я влог заканчиваю. Спасибо вам большое, что посмотрели. И уже встретимся в нашей ланке. Пока-пока. Пока-пока.